Линкбилдинг в 2019 году уже стал немного другим. Биржи ссылок уже не приносят никаких практических результатов и для того чтобы искать площадки сейчас линкбилдеры используют совсем другие методы. Для этого они ищут вручную каталоги, сайты на которых можно разместить гостевые посты, а также конечно же внедряют программы Scholarship. Но для поиска площадок конечно нужно потратить уйму времени и мы создали удобный автоматизированный тул для того чтобы вам не нужно было тратить время для поиска площадок. Вы просто всего лишь вбиваете нужные ключевые слова и находите площадки просто кликая на них либо сохраняете при помощи каких-либо других инструментов для сохранения результата в выдаче. Оставайтесь на линии и посмотрите инструкцию как пользоваться этим простейшим тулом для линкбилдеров до конца. Итак, это инструкция как быстро искрать места для размещения своих гостевых постов либо поиск каталогов, которым нужно разместить свой сайт. Мы создали эту утилиту, потому что ряд задач действительно выполняется как нашими специалистами, а задача, например, по поиску каталогов для собственного сайта часто выполняется обычно секретарши либо владельцами своего сайта. Как же пользоваться этой утилитой? В первую очередь введите свой ключ, основной ключ вашего бизнеса, который вы учли при сборе семантического ядра. Например, каталог пиццерии. У нас есть пиццерия и мы будем искать для пиццерии. Если же мы хотим найти каталоги для пиццерии, мы переходим в раздел запросы для поиска каталогов, как добавить и ищем каталог пиццерий, справочник пиццерий, каталог пиццерий. Открываем все эти вкладки. Затем переходим в каждую вкладку, которая у нас открылась и смотрим где можно разместиться. Видим сайты, где можно добавить наши пиццерии. В любой из них заходим и смотрим эти сайты изнутри. И мы видим, что здесь можно подобавлять свой сайт в другим месте. Для того, чтобы лучше сузить, вы можете, конечно же, использовать еще и дописать название города. Это тоже упростит поиск каталогов. То есть, если же вы будете искать каталоги пиццерий, любая из комбинаций рано или поздно выйдет вас на нужные варианты страничек. Также не стоит забывать про добавить свой сайт. Часше всего сайты, которые принимают сайты, то есть принимают каталоги через подобные разделы. Это значит, что по запросу пиццерия здесь точно будет ваша рубрика, раз она в принципе ее предлагает. Аналогично по поводу гостевых постов. Все линки здесь подобраны как разные варианты, чтобы вы не перебирали вручную методы поиска гостевых постов. Просто кликаете на нужную ссылочку и попадаете на странички, где уже размещались гостевые посты. Вы можете найти также там раздел добавить статью и возможно вы видите сразу себе интересный материал, где можно добавить свой сайт. Мы, например, используем запросы, конечно, связанные с SEO-продвижением и используем переходы, соответственно, по этому разделу. И, допустим, если рассказать, как опубликовать, но это, конечно, советы, а наше интересно вот добавить статью. Хочу написать для, отправить сообщение в блоге гостевая статья, напишите для нас. И мы можем найти сайты, где можно спокойно написать для них свою гостевую статью. Например, вот здесь мы размещены, здесь мы уже размещены, то есть мы нашли уже кучу площадок, где можно написать свои статьи. Почему же такое большое количество разных вариантов? Потому что на самом деле владельцы сайтов делают разные варианты разделов, где принимается гостевой пост. Поэтому здесь очень важно, мы прописали все варианты, какими мы сталкивались. Также можно искать непосредственно по URL, по блогеру, то есть Entitle напишите для нас, гостевой пост. Все это работает на разных сайтах, оно выдавало разные полезные результаты. По поводу форумов и блогов, здесь аналогично есть возможность поиска по конкретным блокам. Например, нужно поискать все форумы, которые заняты SEO-продвижением, и можно увидеть, сколько их вообще существует. Ну и, соответственно, ваша задача уже зарегаться и общаться. То есть, в зависимости от того, какой бизнес, вы просто используете эти ключи. Третий вид линкбилдинга, это, конечно же, размещение ссылок в дайджестах. И для этого мы тоже собрали разделы, где можно спокойно разместиться на соответствующих площадках. Чаще всего это трафиковые статьи, которые имеют оптимизацию по каким-то определенным ключам. Эти ключи часто применимы для разных видов бизнеса. Вы можете найти самые интересные подборки и, конечно же, списаться с авторами этих подборок и предложить разместить ссылочки на свои сайты, на свои исследования, на свои качественные статьи, на свой контент. Здесь их вариантов огромное количество. Как вы увидите, можно искать страницы со списками ресурсов. Ну и, конечно же, поиск по поисковым операторам в URL. Также есть отдельный блок касательно Scholarship. Этот блок создан был не просто так. Мы часто ищем сайты, которые принимают социальные программы. И здесь мы сделали уже заготовочки для того, чтобы искать сайты правительственных организаций, сайты школ, университетов, которые принимают системы Scholarship. И мы можем увидеть, оно выводит их во всех вариациях. Соответственно, в списке Scholarship можно поискать, какие есть. Например, очень удобные поисковые операторы, которые позволяют сразу вычислить сайты, у которых непосредственно домены EEDU и GOV. Ну и, конечно же, банальный запрос университета Украины и университета России. Наша утилита позволяет искать сразу в разных вариантах поисковиков Google, Яндекс и Bing. В зависимости от того, какой раздел вы кликнули, в тот поисковик вы и пропадете. И там вы увидите непосредственно свои разделы. В этом плане очень удобно, потому что, например, если вы ищите в англоязычном продвижении, у вас не будет непосредственно Яндекса. Из англоязычных поисковиков у вас будет Google, Bing и Yahoo. Соответственно, при попадании в Yahoo и более того, на английском языке у вас будут другие поисковые операторы. Соответственно, вы будете видеть сразу все статьи, где вы можете найти нужные вам разделы. На этом, собственно, по утилите все. Она очень, на самом деле, многофункциональна и облегчает работу с поисковой строкой, фактически не требуя от вас ничего, кроме как кликания и попадания на соответствующую нужную страничку. Если у вас возникли вопросы, есть кнопочка у нас техподдержки на всех утилитах. Задавайте вопросы и мы на все на них ответим. Ответ придет на вашу почту. Если кнопочка недоступна, вероятно, вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте. На этом все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok